Девушки отдыхают Наступил мой очередной выходной Я приехал домой И хочу показать По просьбе моих друзей Мои ножи Я не собираю коллекцию Ну, ножи, ножи Какие-то рабочие, какие-то просто валяются Начнем с мачетто Это у меня висит в гараже Я уже не знаю, сколько лет он у меня здесь висит Но покупал я его Больше 20 лет назад Это мачет Мачет, мачета Как угодно, Онтарио Довольно-таки хороший инструмент Сколько висит До сих пор не проживел Но пользоваться им, носить Возможно, для каких-то целей он и хорош Но носить его с собой Размахивать по лесу Говорить, что я Рэмбо Вроде как и ни к чему В Скай висит Следующий у меня живет в машине Я его никогда не использую Он весь пыльный здесь Он здесь просто Просто висит Когда-то я его покупал Ручка вся в пыли Надо будет когда-нибудь помыть Когда-то я его покупал Но использовать его нигде Я себе не придумал Поэтому я его повесил в машине Пускай висит С одной стороны у меня висит гербер С другой стороны он огнетушитель Если видно Вот он С машины вроде как закончили Так, перчины я нашел Мелкие в чехольчиках Которые у меня лежат в машине Как рабочий инструмент В одной, в другой Я показывать не буду Потому как они не представляют Никакого интереса Так, в прихожей Над камином у меня висит Обычный советский штык-нож Вот так он выглядит С таким ножом Я когда-то честно Отдал родине два года Не буду врать Все время на поясе он у меня не висел Но это не этот нож Конечно, это не тот нож С которым я служил Это его аналог такой же Я его купил просто на блошином рынке За 10 долларов Ну, наверное, как Ностальгию снять, что ли, по армии Дать характеристику этому ножу Я не могу Не знаю Как нож он не очень удобный Резать им Ну, наверное, можно, конечно Если его заточить Что здесь, что здесь По-моему, одинаковый Как штык он прекрасный Если порануть Что-то он выдержит Так просто в лесу носить Не уверен Если кидать в дерево Или в дверь Вот здесь вот Отламывается Ручка отлетает Лезвие остается воткнуто Ручка полетела дальше Поднялся наверх К своей охотничьей кладовке Честно говоря Что и какой последовательности Показывать Я понятия не имею Попробую потихоньку разобраться Рекламная пауза Кот Чапайкин Кс-кс-кс-кс-кс Дружище Чапайкин Очень интересная порода Это смесь Японского бобтейла С какой-то еще породой То есть предки у него были рысь Десять раз смешалось И появился вот такой вот кот Он на Дальнем Востоке Называется котопес По виду полностью кот А привычки как у собаки Вот где я буду ходить Там он будет за мной бегать Все время об ноги тереться Так Ну что Поскольку Мачете показывалось Мачете мы будем продолжать Вот это у нас Что у нас Кершу Как называют вроде бы Когда-то я его купил Его рекламировали Я его купил Он еще ни разу не использовался Хотел сказать Что стиль мачета Этого Непальского Как он Кукри Меня не привлекает Оказалось Что этот Кершу Сделан как Наподобие Как кукри Какая в нем сталь Я не знаю Мачетовая сталь Наверное Он еще Он в клеенке Я его не разворачивал И нигде не юзал Наверное Хороший Раз делают Раз продают Тем более фирма такая Ну я честно говоря Не пробовал Так Купил когда-то И он Лежит Когда-то я делал Небольшой ресерс На интернете Чтобы Посмотреть Какие Мачеты Пользуются спросом Ну я исходил из того Что нужно смотреть То что использует Армия US Army Те подразделения Которые Предназначены Для ведения боевых действий В тропиках Используют Мачет Вудман Вудмана у меня нет Я его покупать не стал Но я взял Его аналог Ну как аналог Копию Вудмана Это Гербер Выглядит он Вот так вот Для чего он Как предназначен Ну как вот Для чего это Глупо конечно сказать Все мачеты Предназначены Для того Чтобы что-то рубить Но Что можно им рубить Колоть Тяжелые Большие Эти самые Чурки в лесу Это ж не топор Отбивать ветки Для костра Ветки для костра Используется Сушняк Которая Валежник Ломается Руками Свободно Для этого Не надо Размахивать Там Мечом Прорубать Себя Просеку Где-то А зачем Ее прорубать Прорубил Просеку Ты поранешься К те Сучья Которые Останутся Торчать Поэтому По просеке Гораздо Проще Пройти Либо Приминая Ее Либо Слегка Раздвигая Ее Руками Поэтому Тоже Так Купил Потому что Хотел А зачем Хотел Понятия Не имею Зачем Купил Купил Так Дальше Раз уж мы Пошли по тяжелым Ножам Покажу Еще один Это тоже Нож Для АК Единственная Разница Я не знаю Чей это Я не специалист По ножам То ли это Какая-то Модификация Советского Ножа Каким-то Моделем То ли Это Румынский Нож Что-то В нем По всей Видимости Исходя Из того Что у него Вроде бы Написаны Латинские Буквы Выбиты То он Все-таки Не советский По виду Он Абсолютно Такой же Как И тот Что я показывал Советский Один в один Возможно Немножко Отличается Бакелит На ручке И Ножны У него Сделаны Металлические А чтобы Перекусывать Проволоку Как Все эти Советские Штык-ножи Кусают Вот таким Вот образом И При этом Проволока Может быть Под напряжением У него Сделана Резиновая Бойма Чтобы Не браться Чтобы Не ударило Током На охоту Его носить Честно говоря Как-то Так вот Ну я же Не Джан Рэмбо Грубо говоря Поэтому Как-то так Вроде бы И ни к чему Так Ну что Топорик Еще показать У меня их Несолько Но топорики Не относятся К ножам Поэтому Это я так Случайно Вытаскивал Ножи И вытащил Это тоже Гербер Я его брал Когда Шел Покупал Точнее Для того Чтобы Брать Когда я иду Когда мы С Наташей Идем На каноэ По реке Но Честно говоря Я его брал Но это просто По большому счету Лишний вес Который Абсолютно Не нужен Как оружие Защищаться От медведя От кого-то Совершенно Не годится А просто так Ветки Для костра Как я уже говорил Рубить Не нужно Ну просто Чтобы Не скучно Было Чтобы Каноэ Больше В водичку Просело Нормально Так Перейдем К ножам Вот это Китаец Это Первый нож Из охотничьих Ножей Который Я купил Когда Приехал В Штаты Еще В прошлом веке Нержавейка Достаточно Острый Достаточно Хороший Но Скажем так Это Junior Джанер Произносится Кто как В каких местах По разному Для моей ладони Он Мелковатенький Так что-то Порезать им Построгать Можно Показываю Медленно Надеюсь Что Несильные Блики От окна Использовать Я его Не использую С ним Когда-то Ходил На охоту Мой сын Пока Месть Не перерос И Не перестал Увлекаться Охотой Ну Поехали дальше Я Некоторые Ножны Ножи Не стал Брать Вместе С ножнами Потому что Они мне К моей сетке Этой решетке Просто привязаны И поэтому Я не стал их Отвязывать Вот это Пума Немецкий нож Нержавейка Я его брал Больше Для Наташи Для Каноэ Когда мы Идем по реке Но поскольку Наташа не любит Когда у нее Что-то болтается На поясе Я его так и оставил Хороший нож Made in Germany Очень неплохого качества С неплохой сталью Говорят, что неплохой Какая марка стали Я не знаю У него Цельное Естественно Полностью Продолжение Лезвия Является В ручке То есть Ручка Не наклеивается Не насаживается Она Является Основанием Продолжением Лезвия И держится На заклепках Я не люблю Ручки Которые либо Приклеены Либо Насажены Они как-то Так Хиленько Держатся Скажем Следующий Это один из моих Рабочих Любимых Ножей Это Вестерн 38 Классическая форма Американского Охотничьего Ножа Судя по Вот этим заклепкам У него Тоже Лезвие Является Что-то ржаветь Начал Да нет Вроде ж Нержавейка Не должен По идее Лезвие Металл Заходит Да Заходит В ручку Потому что Он заклепан На краю И плюс Пробитые Заклепки Очень удобный Нож Я скажу Из охотничьих Ножей Самое удобное Дело в том Что у меня Не очень здоровая Рука И он как раз Четко Ложится в руку Если нож В руке Вот так Шатается И играет Он неудобный Возможно Конечно Рубить Батонить Или еще Что-то Чем я Честно говоря Не занимаюсь Он не очень Годится Но как охотничий Нож Он Вполне Меня устраивает Заточка У него сделана Очень интересная У него Практически Нету Вот этой Кромки Заточной У него Спуск Сделан По Всему Лезвию От начала Вот отсюда И край Он просто На клин Сходится Меня это Вполне Устраивает Подтачивается Любой Ножаточкой Взял Так Джик Джик И он Опять Делается Очень Острый Следующий Это Легенда Он даже В масле У меня Это Золинген Фирма Золинген С очень Далеких Времен Делает Ножи Точнее Она делает Сами Клинки Вот эти Вот Ручку Рукоятку Она не делает Это Написано Что Ориджинал Боу Найф То есть Это Оригинальный Охотничий Нож Сталь У него Такая Что Если Чем-то Так Аккуратненько Взять Чем-то Стукнут Она Где-то С полминуты Звенит Ручка У него Рукоятка Точнее Сделана Вестерном Аналог Той Что Я только Что Показывал То есть Золинген Делает Только Клинки Кстати Ножи Золинген Сами По себе Очень Очень Неплохие Нож Мне Не нравится Во-первых Потому Что Это Легенда Во-вторых Потому Что У него Рукоять Пространство Больше Чем У меня Рука И Нож Скользкий Он Будет Просто Все Время Вот Так Играть В руке То есть Работать Им Неудобно У меня Для руки Нет Упора Он Висит Как Я Его Когда-то Купил Я Долго Искал Ту Фирму Приобрел Я Не Помню Сколько Он Стоит То ли 200 С лишним То ли 300 С лишним Я За него Отдал На Интернете На Аукционе Ну Я Удовлетворил Своё Желание Сказать Что Это Удобный Охотничий Нож Нет Наверное Не скажу Я Даже Сомневаюсь Если Мне сказали Вот Мы Тебя Сейчас Выкинем С одним Ножом На Месяц На Необитаемый Остров Возьми Тот Нож Который Ты Хочешь Возможно Я бы Повертел В руках И повесил На Место Так Поехали Дальше Кто-то Говорит Вот Нож Этот Самый Хороший Нож Там Зверя Ободрать Там Картошечку Порезать Помидорчики Ребята Ну Картошечку Помидорчики Резать Я Предпочитаю Честно Говоря Опиналем Обдирать Охотничьим Ножом Зверя Можно Конечно Безусловно Можно Но Только Дело В том Что Вот В эти Все Щелки Понабьется Кровь Которая В любом Случа Чуда Попадет Там Разведутся Бациллы А потом Вы этим Ножом Будете Резать Себе Помидорчики Ну Можно Конечно Если На все Наплевать Поэтому Для Разделочных Нож Я Я беру Маленький Наборчик Вот Такого Типа Дай Чуть Наклоню Это Ножи Для Того Чтобы Разделывать Дичь Дело В том Что Все Ножи Которые Разделываются Дичь Они Не Имеют Накладок На Рукояти Они Полностью Металлические Как Скальпели Они Сделаны С Нержавейки Это Фирма Ремингтон То Разделал Помыл Вытер Пришел Домой Поточил И Все И на этом Дело Заканчивается Причем Удобная Рукоять С кольцом Которым Можно при желании Вложить Палец Тут же Скиммер Я не знаю Удобный Скиммер Или неудобный Я честно говоря Самим Скиннером Не пользовался Лезвие Сделаны Именно Для Того Чтобы Что-то Или Кого-то Потрошить Они Все Входят В один Пакет На Поясе Я его Никогда Не ношу Я его Ношу Когда Собираюсь Идти На Какую-то Дичь Естественно Зайца Я Обдирать Не буду Я Просто Вложу В рюкзак Когда-то Я смотрел Какой нож Взять На Палачинскую Тропу Много Было На форумах Разных Высказываний На Палачинскую Тропу Я так И не попал У меня Просто Время Не хватило Может На Пенсии Прогуляюсь Но Один Мужчок Люди Высказывали Кто Что Угодно Берите Такое Такое Фирмы Перечисляли Я смотрел Цены Четырехзначные Начали Обсасывать Нож Гербер Он только Вышел В то Время Вот Он Кстати Люди Его Честно Говоря Немнож Обосрали Этот Нож Говорят Он Не годится А потом Один Мужчок Написал Говорит Что Я С ножом Гербер Вот Альтимейт Прошел Всего Палачинскую Тропу Это Туристический Маршрут Продолжительностью Больше Трех Тысяч Километров И Он Говорит Он У меня Прекрасно Отработал И Я Сразу Пошел В магазин И Этот Гербер Взял Вот Этот Гербер Сделан Еще Не В Китае И Он Делался В Орегоне Где Находится Основная Компания Когда Когда Его Брал Производство Этого Ножа Еще Не Было Запущено В Китае Обычный Нож Размахивать Я Не Размахиваю Никого Не Рублю Он Не Ржавеет Я Не знаю Что У него За Сталь Конечно Я Вытираю Когда Он Мокрый У Него На Ножне Находится С Той Стороны Точилка Не Пользовался Врать Не Буду Вот Она Плюс К этому У него Находится Огнево Вот Здесь Ну Я Его Зафиксировал Честно Говорю От Маленькой Пластиковой Старочкой Потому Что Если Его Ударить Резко Или Зацепить За Ветку То Огнево Останется Просто Валяться На Земле А Ты Этого Даже Не Заметишь Сам Нож По Себе Довольно Тяжелый У Него Прорезиненная Рукоятка Сзади Вот Этот Типа Мало Точка Сделан Для Чего Что Эмбить Я Понятия Не Мею Гвозди В лесу Забивать Не Нужно Так Сам По Себе Нож Более Менее Нормальный И Последний Мой Нож Это Кабар Кабар Бекей Ту Который Мне Подарила Наташа На этот Ден Рождения Нож Тяжелый Я Не Помню Точно Сколько Он Весит Порядка Что-то Около Четырехсот Грамм Когда Его Вешаешь На Пояс Он Довольно Таки Внушительный У Него Мощная Рукоять С Прикрученными Накладками Накладки Именно Прикрученные Их Можно Открутить Купить Другие Сделать Красные Зеленые Синие Какие Твои Души Угодно Мне Понравилось Когда Я Брал Вот Этот Цвет Именно Я Его И Взял У него Очень Толстый Обух Я Не знаю Сколько Либо 7 Либо 7 С Половиной Миллиметров Какое Это Покрытие Фирма Кабар Выпускает Ножи Для Американской Армии И До Определенного Момента Они Делали Только Военные Ножи Штык Ножи Но Поскольку Эти Ножи Пользуются Большим Спросом Они Стали Выпускать Вот Такого Типа Ножи Для Туристов Там Выживальщиков Как Сейчас Говорят Рыбаков И так Далее Но Честно Носить Такой Нож Собой На Рыбалку Можно Конечно Наверное Будешь Чувствовать Себя На Голову Выше Я Но Честно Говоря Им Никогда Еще Не Пользовался Потому Что Мне Просто Не Было В Этом Не Обходимости Вот После Дня Рождения Вышел Там Раз Или Два На Охоту Брал Его С С С А Так Пока Мест Применения Не Знаю Поэтому Не Могу Сказать Как Им Хорошо Работать Плохо Работать Насколько Он Износостойки И Далее Время Покажет Что Это Филейный Нож Был Фильм Болтается Дешевая Работа Был Фильм По-моему Таинственные Острови Не Ошибаясь Когда Пацан Забрался На Мачту Парусника А Один Из Пиратов Влез Занят А В зубы И Полез Вот Именно Вот Такой Нож Потому Что У Рубакова Пирата У них Чаще Всего Ножи Были Складные Хожу К своему Охотничьему Ящику И Выискиваю По одному По ножи Честно говоря Даже Не Помню Вот Это Смит Эвессон Это Нож Для Яхтинга Вот Так Вот Он Выглядит У Него Сбоку Есть Такое Шило Чтобы Канаты Концы Заправлять Это Шило Нельзя Вытащить Если Нож Висит Вот Эту Штуку Нужно Загнуть Вбок Тогда Только Оно Откроется Она Развигает Волокна Каната Чтобы Заплести Край Сделать Эту Петлю Когда Затупителю Поднял И Его Повесил То Не Открывается Чтобы Не Дай Бог Он Где-то Не Открылся Случайно И Не Воткнулся В Живот Иначе Последствия Будут Не Очень Приятные Скажем Так Ну Вот Вроде Все Хотел Сделать Хорошее Видео Получилось По всей Видимости Как Всегда Как Как Она Получилась Я узнаю Только После Того Как Я Его Смонтирую Наверняка Еще Где-то Пару Ножей Забыл Каких Нибудь Перочинных Бак У меня Где-то Еще Валяется А Бак В машине Бог С ним Ладно Бак Сладной Бак Я думаю Все Знают Ну Вроде Б И Все Все Всем пока Хорошего Настроения